Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Саргалана Захарова. Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады в командном турнире. На эту дисциплину болельщики возлагали большие надежды. В произвольной программе среди мужчин отличился Михаил Коляда. Россиянин занял второе место, уступив лишь канадскому спортсмену. Итог триумфаторами стали канадцы. На третьем месте команда США. А среди женщин победу с лучшим показателем в карьере одержала 15-летняя Алина Загитова. Она набрала 158,08 балла. Успех Загитовой обеспечил команде России второе место в турнире еще до начала заключительной дисциплины – танцев на льду. И с такими результатами завтра российские фигуристы отправятся в Японию для подготовки к индивидуальным турнирам. Об этом сообщила журналистом Екатерина Боброва. К слову, в паре с Дмитрием Соловьевым они вошли в тройку лидеров Олимпиады. Будем приводить себя в порядок, чтобы расти и выступить в индивидуальном турнире еще лучше. Уезжаем из деревни, чтобы освободиться от давления. Здесь очень ранние тренировки, а я не могу выйти на них без косметики. Там все иначе. Освобожусь от тона косметики, голова встанет на место. Отдохну, сказала Боброва с улыбкой. Соревнования в личном зачете начнутся 14 февраля. А российские хоккеисты сегодня провели первую тренировку на арене Олимпийских игр. Ранее команда находилась в городе Анян, где провела заключительный сбор перед турниром. Сегодня была задача разбегаться, чтобы продышаться. Работа была проделана интенсивно, и мы сыграем в 13 нападающих и 7 защитников. У ребят еще чувствуется тяжесть в игре, но с каждым матчем они будут идти по нарастающей, передает слова тренера россиян Харриса Виталинша. В ходе сбора в Аняне российские хоккеисты провели контрольный матч с хозяевами Олимпиады. Счет 8-1 в пользу нашей команды. Мужской хоккейный тур стартует 14 февраля. Россияне играют в одной группе со сборными США, Словении и Словакии. В первом матче хоккеисты из России сыграют со словаками. Мирницы сдали первый вид норматива Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – плавание. В тестировании принимали участие жители Мирного от 18 лет и старше, имеющие допуск врача, зарегистрированные и получившие личный уникальный идентификационный номер на официальном сайте ГТО. Управление физической культуры и спорта города нормативы по данному виду принимают в пятый раз. По сравнению с прошлыми годами в этот раз приняли наибольшее количество горожан – 49 человек. Через две недели мирницы сдадут нормативы по стрельбе, а затем и по лыжам. Сейчас, смотря на результаты, где-то 60% выполняют на золото. Есть, конечно, кто и без знаков остается, но в основном золото, сейбор, бронза – все в знаках. Второй год мы работаем на прием нормативов именно уже на знаки. Поэтому количество увеличивается, значит, мы идем в правильном направлении. А в столице Южной Якутии завершился чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. На ринге спорткомплекса «Шахтер» в поединках сошли 113 сильнейших бойцов из Якутии – Приморского и Хабаровского края и Амурской области. О поединках и финале соревнований в нашем следующем сюжете. Чемпионат стал отборочной площадкой спортсменов, которые примут участие на первенстве России в этом году. Способности кикбоксеров под пристальными взглядами зрителей оценивал судейский корпус. Фарикат Касымов, главный тренер сборной России по кикбоксингу, отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Эта земля не только богата по лесам ископаемых. Самое ценное, что в этой земле с суровыми климатическими условиями – это, конечно, люди. И, как говорил мой один знакомый, там, где вымерли мамонты, здесь живут люди, и живет спорт, и живет кикбоксинг. Конечно, благодаря тем людям, которые поддерживают это. Сильнейшие спортсмены боролись за право представлять Дальний Восток на чемпионате России по кикбоксингу в городе Ялта. По итогам соревнований фаворитами стали хозяева турнира сборной Якутии. Егор Ксенофонтов, воспитанник Нюрбинской детско-юношеской спортивной школы, на чемпионате одержал свою очередную победу – 33-ю из 36-ти. Спасибо Алексею Дмитрию Васильевичу. Он меня подготовил три года. Я уже там выступал в России, по Дальному Востоку три раза выступал. И благодаря ему я проиграл только три раза. Участие в чемпионате стало отличной возможностью для спортсменов и их тренеров сделать выводы и внести, если нужно, корректировки в тренировочный процесс. И для кикбоксеров стало хорошим поводом проверить себя перед новым большим стартом. Якутский теннисист готовится к чемпионату России. Василий Румянцев примет участие в чемпионате страны по настольному теннису, который состоится в начале марта в городе Пенза. В данный момент Василий тренируется ежедневно, наращивая интенсивность тренировок. Не на один день не останавливается стук теннисного мяча по столу. Участский спортсмен тренируется с третьего класса. В этот спорт его привел отец. Василий Румянцев является четырехкратным чемпионом Дальнего Востока. В этом году спортсмен в пятый раз собирается попытать счастье в соревнованиях общероссийского масштаба. Я играю по нескольким лигам. Я играю в самой высшей лиге России. Там играют все очень сильные игроки, все мастера спорта. Дмитрий Овчаров из Германии. Он призер Олимпиады в Рио. Чемпион Кубка мира Владимир Самсонов. Александр Шибаев, чемпион России неоднократный. Ну вот такие все именитые игроки. Вот играть с такими игроками очень добавляет в моей игре. На стольном теннисе спортсмены не делятся по весовым категориям, по дистанциям, как в других видах спорта. Здесь многое зависит от жеребевки, от того, с каким соперником предстоит сразиться. Это реально. Если хорошая жеребевка будет, то вполне возможно, да, могу попасть в 16 лучших игроков. Молодой спортсмен отмечает рост популярности настольного тенниса в нашей республике. И надеется, что через несколько лет наши спортсмены вполне смогут занять места на пьедестале чемпионата страны. Вот сейчас в марте в Китай уезжают четыре маленьких ребят под руководством Ефремова Анатолия Анатольевича. Они там будут тренироваться и жить пять лет в Китае. Думаю, что от этих ребят выйдут чемпионы. Василий Уремянцев в понедельник вылетает на клубный чемпионат России, который пройдет в Свердловской области. Ему составят конкуренцию сильнейшие спортсмены страны. Сразу после чемпионата якутский теннисист будет проходить сборы к чемпионату России. Олег Кулисов, Григорий Хлопков, Якутск. И это были новости спорта. Всего доброго.